Сегодня ты первый тайм провел на скамейке, во втором середине вышел. Можешь сравнить два тайма со скамейки запасных и непосредственно уже выиграть? Ну, конечно, со скамейки хочется всегда выйти, усилить, но когда выходишь, уже более спокойствие приходит на душу, и хочется что-то доказать тренерскому штабу, хочется выиграть. И у нас были моменты, чтобы выиграть. Во втором тайме, понятно, было много моментов за счет эмоций, красная карточка. Я считаю, что заслуженная ничья, но могли и мы тоже выиграть, и энергетик мог, и поэтому результат закономерен. В первом тайме, в основном, игра была в центре поля. Не так много было моментов. Как считаешь, почему? С чем это связано? Ну, команды приглядывались друг к другу, и, мне кажется, каждый с опасением. Ну, были какие-то моменты, кто-то не бежал вперед, а во втором тайме уже все раскрепостилось, и игра стала по-другому выглядеть. А тяжело было входить в такую игру? Ну, со стороны казалось, что будет тяжело, а когда вышел, почувствовал мяч, уже по-другому чувствуешь себя, и я счастлив, что я дебютировал за Ироми. Сегодня на этом стадионе довольно высокий газон, по сравнению с тем же центральным. Тяжело ли было привыкнуть, и как это рассказывалось на игре? Ну да, партнеры отмечали, что высокая трава относительно других стадионов, но ничего, видите, палили, и все хорошо, и мяч ходил, и было приятно наблюдать за игрой. Ты не так давно в Гомеле, как тебе был тренировочный процесс в целом, и вообще успел адаптироваться в команду? Да, я успел адаптироваться, тренерский штаб, команда, мне все очень нравится, и я хочу только играть и доказывать тренерскому штабу, что я могу здесь. Играть в футбол, забивать головы, это то, что мне надо сейчас. А как предложение возникло, и сразу ли согласился? Конечно, сразу, я был в первой лиге, и мне надо было куда-то идти вверх. Я шел в волну, зная, что я пойду в высшую лигу, в трансферное окно. Вот было предложение, и я сразу же согласился. И твоя профильная позиция, позиция, на которой ты работаешь? Ну, слева, справа в нападении, мне больше всего комфортнее играть, где есть пространство, бежать, прокинуть, и мне больше всего комфортнее там. И сегодня энергетик удивил чем-то. Насколько тяжело было играть против этой команды, которая находится в лидерах? Ну, я бы не сказал, что тяжело. Все отмечали, что они не стараются комбинировать и играть в тики-таку. Они больше нацелены на быстрый переход из обороны в атаку. И нет, мы все были готовы, тренерский штаб нас подготовил. Я считаю, что мы выполнили установку. Да, были там моменты во втором тайме, но невозможно играть без ошибок.